господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 300 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 7 октября 2016 года говорят что этих людей которые нас побудили давать события дня нету это наши противники хотят именно про нас знать все чтобы выискивать там составлять ролики лапковщину там надо назвать это обзываются господь изничтожен ведет полезное каяфа распинать приготовился христа и сказал пророческие слова чтобы умер за всех вот использовали уже 300 дней ни одного пропуска нету да сколько было сказано я благодарен тем людям которые побудили к этому я бы сам и не додумался тут на нас враги работают библия говорит о том что если пути человеку угодны господу тонны врагов его примеряется им сейчас покажу как это написано притча соломона 16 7 вот 16 7 когда господу угодно пути человеку на врагов его примеряется им 16 7 даже могу взять вот так его здесь поставить эпиграфом как у нас это делается тире пропуск вот сейчас это так у меня везде так это место выделяют черным и красным и побольше малейки вот так ролик появился у нас новый посвящается всем ушедшим из православной церкви я православный это михаил кальмаев вот зависть зарядите по русски ты посмотрите дмитрий греция это за вчерашний день за седьмой а седьмого мы выехали из потеряевки приехали вот виктор николаевич тут тоже сидит по интернет ищет ищет новости какие он привез нас мы приехали живое было дождь снег и все это это событие дня большое событие для нас расквасила дорогу то 16 километров по бездорожью перегружены того как говорится продуктами многое многое не взяли может с кем-то переправят но доехали доехали нас встречали здесь виктор анатольевич петеримов и николай павлович кручина приехали мы с володя пащенко надежда васильевна и матушка ледвила вот она пришла вот она снова сюда так ведь я просил постель заправить не заправил сейчас кошка туда полезет заправить или закрыть и там какая палаткой или чем это надо смотреть и вот это теперь буду несколько раз ставить тем чтобы посмотрели вот этот ролик посвящается дмитрий дмитрий грецы добрый день игнатий тихонович ваше выступление в видеоролике просто замечательное игнатий тихонов скажите пожалуйста а когда вы начнете работу о создании ролика над свидетелями иеговы вы сказали вроде бы через неделю я не говорил этого через неделю я вернусь когда он писал мне так будьте добры во имя иисуса христа создайте огромный видеоролик документальный фильм вот огромный видеоролик документальный фильм своего рода с детьми иеговы почему они еретики в чем заключается ихний элитизм не знаю слова элитизм еретизм наверное я не буду подправлять ну вот как выско создали документальный фильм почти что документальный фильм про и невзорова в нескольких сериях ну правильно 32 ролика я выставил разбираю невзорова как да ко мне говорят а чего разбирали то вы больше его как хвалили чем поносили а я никогда не просто истину надо выяснить он много говорит полезного надо прислушаться я советовал чтобы там патриарх избрал таких которые люди около него которые больше всего нападали священники команду составить и позвонить и сказать александр глебович примите нашу команду он из этого сделает ролик тоже чтобы пришли и сказать вот вы обличаете говорите давайте мы все это запишем запишем и да там на стеноде лиги обработаем враги нам лучшие друзья нет он такой он проклятый он а он на них говорит дали указание когда он присутствует каких-то беседах то чтобы вы выгнать его и это сказать уйти от них него выгнать того чтобы самим уйти то ну и было такое непонятно щаплин пошли а теперь вот смотрите черные демоны как боятся какая энергетика у александра глебовича вот и все это легко было догадаться то они никакие совершенно никакие и вот так я не создаю эти фильмы димитрий про ягодистов очень много сказано задают вопросы это посмотрите у андрея грачева у владимира головина из болгар города болгар у олега стеняева вот там много очень да и вообще много найдете зачем я буду когда я все сказал они даже не еретики они никто какие они они троицу не признают все абсолютно похулили но у них есть хорошие что они идут от дома к дому нам это надо предпринять они очень бибельфоршеры назывались у гитлера гитлер уничтожал кого евреев цыган и эговистов но число погибших концлагерях приговоренных к смерти было самое малое у них самое малое вот еще доказательства ничего не могли с ними сделать сталиных уничтожал а они больше всех плодятся благодарение дворкина тому фальшивому служителю он подсчитал сколько у них обращается каждую минуту вот и содействуешь им чтобы они обращались от православия к ним будьте добры создать этот видеоролик ответил их его в чем их отличие в чем православная церковь может их обличить уже обречила в чем они не правы да ни в чем они не правы почему они славят неправильно бога но раз не верят святую троицу они могут сказать слава отцу и сыну и святому духу про них уже столько написано везде ну давай давай еще спрашивать то я уже не могу к этому сказать ничего вы зарядите и увидеть и к этому добавить чего еще можно такое выступление я думаю что будет очень полезно для тех которые еще не ушли в юридизм но и обличение и разоблачение для святей любого это будет просто суперская работа с вашей стороны нет я не буду делать это я уже сказал уже беседовал они от бесед уклоняются но их учения их то есть заблуждения уже многократно разобраны я показываю какие люди конкретно так это намного больше как в америке все там которые были от них вышли тут ролик за роликом такие к этому добавить еще что то зачем мне нужно такое выступление я думаю что будет очень полезно для тех которые еще не ушли в юридизм но и обречения разоблачение для свидетелей его это будет просто суперская работа с вашей стороны а я помолюсь в церкви за ваше здоровье за вашу успеваемость ваших делах и за всю вашу деревню и за всех людей поблагодарю бога что он дает таких людей как вы спасибо вам большое за все а мне говорят это пишет то вам это мусульманин пишет и какой он не православный это димитрий то он там какие-то фотографии и чужие ставят то другое то как-то димитрий просил чтобы побеседовать но беседовали а потом вроде бы на него кто-то напал он говорит уберите мой ролик то но если это уже говорил уберите больше роликов не будет с этим человеком я очень прошу это хорошо помнить дальше пишет райхан жена кого спаси христос игнатий тихонович я вот думаю как же александр так запутывается это от мысли многих я чтобы не зайти в дебри сразу перестаю такое слушать очень зауважала михаила кальмаева при всех церковных ошибках он верит и все ведь бог рассудит так ведь да так а почему андреусенко говорит что нет ни в одном месте новом за это о священниках где он говорит такое я не знаю что не говорят не говорит хорошо да то действительно так везде господь говорит что они сбились с пути они заблудились они лютые волки ведь есть да то есть хорошо у добрый отзыв приготовляет высшую награду себе это хорошо и про мудрствование не нашла стиха а так бы хотелось написать александру про это мудрствование но как не нашла знание твои мудрость избили тебя с пути заряжая это мудрость апостол пангурит об этом в ролике я даже не знаю там есть снова александр тем более андрюсенко но все говорят именно о нем там ли он разговаривал с сергеем козловым вставлен фрагмент но я значит не досмотрел счета но виноват александр марьясов мир вам и на тихон еще очень рад что получил весточку от вас благополучно вам возвращением молитву перед господом среди многих хороших и замечательных людей вот у многих у него большие знакомства родственников родных и близких братьев во христе и всех сестер вы у меня всегда на самом первом месте всегда на самом первом месте вот понимаешь не просто на первом на самом первом это я не хвастаюсь я радуюсь что господь свел нас вместе и что вы для меня открыли многие вещи до ныне либо непонятные либо было какое-то сомнение конечно только благодаря вам я познал многое через вас господь сделал меня другим до встречи с вами был совершенно другой человек нежели сейчас я очень был был совершенно другой человек понимаете вот какие слова пишет конечно не другие сейчас на него напустятся то тоже бесноватый тоже упырь нежели сейчас я очень благодарен господь за то что вы есть спаси христос но вот молитву бог слышит а злодеи тут были как скворотовский наконец-то хорошая сам это роспотребнадзор что раздавить там эту гниду там разные слова такие ругательные они еще роспотребнадзор не ничего этого не сделал кто еще плохо скажет а шлиходит прыгает как бы он от радости не перемощился прямо беснуется где плохо она что-то говорит то а ничего нету проходит день два все развеялось это вера вот обеснование на самой злобе а о нем еще я только каждый день молюсь виктора господи останови его безумие и судный день не помяни ему злокуление валентина пивень украина белая церковь пускай ангелы божий дух святой сопровождают вас пути из потеряевки до дома в барнауле во имя иисуса христа да будет так я прошу об этом у господа и буду держать ваш путь в своих молитвах игнатий тихонович это она дальше уже сама пишет будьте все здоровы многолетние и плодовиты во всякое доброе дело на всякое доброе во славу господа и на благо для людей такое еще она может написать разве не верующий вот не православная она более православная как они ближе говорят к богу мусульмане чем наши православные христиане это говорит не кто-то димитрий смирнов вот так евгения теникова мир вам игнатий тихонович молилась и буду молиться вас помоги вам господь добраться до барнаула сколько людей молилась откуда чего дальше видите затормози там потом посмотрим номер 290 события дня 1 петра 47 впрочем близок всему конец за 27 сентября альберт пишет на это на этот ролик как вы относитесь к исламу я просто сам мусульманин хочу знать ваше мнение я это сегодня такой отзыв я отвечаю 27 мусульманство и вот такой вид это на нашем сайте и здесь же слева многие книги мои там 18 том открытым оком где все сказано про мусульманство то есть меня ты но я ему ставлю туда она не ставится тоже непонятно что вчера модератор был это программист у меня тут все оставили новое что-то меняли тут программу какую-то и все такое что я то не понимаю и вдруг после этого у меня вот это не стало связано ли это с этим не знаю но я перекинул в администрацию нашего видеоканала чтобы они поставили этот ответ будет он или не будет не знаю вот мне не ставится и все вот она я показываю как этого запустим я это вот это я могу поставить допустим я захожу на свой канал вот теперь где это я нахожу вот он где посмотрите как делается альберт вот теперь 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 я остановил его здесь вот он где ну вот мое место тут уже мигает я вставляю все вставляю теперь ответить так вошло вообще непонятно только что сейчас не два три четыре раза вставлял не вставлялась а тут вошло ну вот слава богу вот еще то непонятно и делалось и но показать наши ресурсы вот мой мир вот несколько страниц вот там у меня есть а этот именно так где то я просто в шапке легко писать отвечать вот этот ролик стоит вот посвящается всем ушедшим из православной церкви ну а что там такое да она маленькая 11 минут кажется из моих разных выступлений вот на форум наш форум во свете библии ты слышал как появится гимн нашему сайту нет не слышал ни разу не слышал сейчас послушай тебе это ты же там исполняешь поешь закон хотел чтобы ты исполнил ты сейчас увидишь как сейчас прям быстро вот это наш видео канал а потом другого здесь мы сегодня я выставил 4 ролика провода отца и акима 44 минуты 47 просмотров но дальше воспоминания у меня сразу меньше 11 события дня вот наш этот я убираю сайт во свете библии сайт сайту нашему гимн посвящения написал владимир мачалин а то вообще кто-то отлетись посмотри как какие слова я все тут смотрю это так надо полюбить наш сайт гимн я спрашиваю где-нибудь в интернете есть чтобы сайту кто-то посвящал гимн во свете библии во свете библии человек не нашего круга вот так ну не знаю вчера приехали электрики по дождю по снегу и они вставили то есть присоединили нас к электричество мы ждали 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 и приехали когда и у володи пащенко посадили у никиты вот так все теперь последний момент конечно неудобно мороз отъезжать три часа в баню сходили а я на улице был руки застыли боюсь чтобы снежинка не попала на это застыла и сегодня всю ночь судороги ноги тянет пошел после бани и на улице там кого-то в резиновые сапоги ну и все тогда так на этом я сейчас это закрою вот а этот открою во свете библии сейчас услышь Поем об истине, мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе едиными Идем мы в православный бой. Додай в грехах, забыв Божий страх, Родители нынче в слезах. Ты смело шагай, не унывай, Другим на пути помогай. С Христом воплоти, нам нужно идти, Пройти километры дорог. Ты слышишь вперед, труба нас зовет, И это все делает Бог по свете библии. Поем об истине, мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе едиными Идем мы в православный бой. Вот сколько врагов и сколько друзей, О Боге ты не забывай. И в жизни своей все преодолей, Лишь Божьему слову взывай. Оно тем сильней, сердце мое, Случит все ясней и ясней. Ведь Бог свет создал им ничего, И в мире всем станет светлей, Последние библии. Поем об истине, Мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе едиными Делами дивными в Христе едиными Идем мы в православный бой! Идем мы православный бой! Ведем мы православный бой Последствия библии Поем об истине Ведем мы православный бой Ведем мы православный бой Ну как, Николай? Ну профессионально, здорово! О, вот это слово я ждал, это профессионально! Голос-то какой мощный! Вот особенно, где он вытягивает каждый раз, она об истине Знаете, на костре это очень сложно будет спеть Ну да, он повторяет, он нигде не сбивается Такой вариант упрощенный можно, под гитару Владимир, узнал что-то поставить Он говорит, надо что-то там подправить, то другое Надо, говорит, там Виктор Савченко пускай споет После этого будешь бы, не будешь? У меня связки не такие, чтобы петь так Такой голос мощный Поет, а решил остаться неизвестным Он сказал, я все равно постараюсь как-то узнать Ну это верующий поет Наверняка, это верующий поет Нет, ты видишь, он с каким упором Дальше, он говорит, я покажу какие слова, чтобы ваш детский лагерь пел Там отдельно женщина, отдельно мужчины На куплеты, я говорю, я уже не буду Это нет, мне все нравится Живость его какая! Нет, ну под гитару можно подобрать Ну так спеть, конечно Нет, там, видишь, музыкальные инструменты Это где-то на студии Ну это да, это студия Профессионально все сделано Но меня интересует Здорово Если в интернете, во всей мировой сети Где-то, чтобы сайту посвящали гимн И исполнено как? Я думаю, лучше этого даже думать не надо Я не специалист, но я ценю то, что как он говорит Видно, что он не дремлет, не спит Ну и играет, не он играет Для ритма, говорится Во свете Библии Таких слов тоже трудно найти Во свете Библии Да еще ведем православный бой А вот теперь ведем мы христианский бой Нет, не надо Христиан тут налепятся и яговисты все Тут, ясно дело, православный бой Мы несем истину, каноны, соборы, жития святых Нам есть что показать И вот он в прошлом году стихотворение написал, кажется Или весной Ну и так и прошло И он в это время где-то искал И где-то... Это явно, что он поет не сходу И видно, что он в это верит Прямо у него изнутри голос как поставленный Как Богачев Юрий Ну да, на Богачева похожий голос, да? Понравилось тебе? Певец Певец настоящий Понравилось? Конечно Я думаю, ты оценишь, потому что ты сам поешь А я-то в этом деле... Ну я просто ценю вот эту живость Ну смотри, мусульманство Вот это утреннее сегодня Событие вчерашнего дня Как мы ехали дорогой Снимать уже не могли Потому что Уже все Не заряженный был Заканчивался Аккумулятор Ресурс У видеоаппарата Батарейки там Или еще там Аккумуляторы сели Ну маленько было Как приехали, тоже засняли Как выезжали Тут у меня... Брали где? Я по одному ролику поставил Хорошо Провожала нас там Вышла на встречу Людмила Янчука На Петеримова Получается Подошел Никита к стеклу А мы сидим сзади Где наша грузопассажирская газельта И по стеклу рукой Он не видится оттуда Мокрое стекло А раз грузился Перчатки Грязные И все размазал Просто облако грязи А ехать надо Теперь как? Ну и когда подошли Я Люду подозвал Через стекло Открыли дверь Я говорю Принеси стакан Холодной Теплой воды Она мигом побежала Скорее принесла Ей только скажи И стекло промыло Я снова говорю Откройте Дай руку сюда Пожал ей руку Мы с детства знакомы Мама их православная Из баптистов пришла А отец баптист остался Вот Старшая дочка Это я к ним ходил Свидетельствовал Вот это миссионерская работа Мать обратилась Старшая дочь Светлана За Фастом Его жена Михаила Фаста Михаил Фаст Это племянник Геннадия Фаста Вот Светлана А она Жена Диакона Ну и Татьяна Это мученица Их Третья дочь Вот из них Один программистом работает Там Вот такое дело Видите как Это вот плоды Миссия Миссия Это обращение Я их там баптистов Никак Никогда не костерил Просто говорил Что они Не церковь Не церковь Потому что нет рукоположенного От апостолов Пастырства Я даже Неоднократно говорил Если было бы у них Настоящее священство Они церковь были бы То в православии Я бы не тратил столько сил Я бы там был Но Господу Значит Угодно другое Чтоб я был здесь Я не стыжусь Об этом говорю Это вы бы не говорили На вас не нападали Не считали вас сектантом Да мне только делов Ты считаете Вы считаете Господь будет судить Не потому что мы считаем Ну Вот она Видишь Ещё делает А никто не знает Что вот это Дам расследовать Что это такое висит А это такое У меня подарили грелку А она протекает И ещё не могут сделать Так я вот здесь вот Подвесил вот это Я за Вот это тут проходит Через одеяло Через всё там Я его И она Ну ты чё балуешься Такое то Я Ну она Тут проколота у меня Вот это ниже Какие-то игрушки Такие Называются Ну палочки такие Костыльки И Грелка С таймя Стоит резиновая Там под одеялом А я ноги Под неё грею Когда ложусь Ну а сейчас Как-то будто Ну недавно В прошлом году Кажется Люба Это Минаева Носки связала С собачьей шерсти Тёплая Чтоб спать Мне Вот Люба Она Такой она мне Я теперь Ночью-то Когда у меня Судороги начались Всё димущие Вчера я простыл Снимал там Когда на столбах Они были Ну и Надел Помолился Лёг Всё Полезно Если бы дорогу Это я маленько Соображал Я бы с урагана Пары-три Носков набрал Я каждый день его Чистил Полно шерсти Только шерсть летит Он хоть и не такой шерстистый Вот Вот такое дело Даже ни один следователь Не поймёт Что это такое у меня висит Ну Шарлок Холмс узнал А что это за кровать Ага Кто спит Какой возраст Он бы сразу подумал Значит Висит над ногами Что она висит такое Что Стал рассмотреть Цепляется Ага Тут намотана дольше Она не такой длинной Она длиннее Так От полу Так От кровати Тридцать сантиметров Где днём она висит Он бы Дедуктивным методом Он бы нашёл По частям Разобрал Ага Значит Днём она не используется никак Ночью я тут не был Так Мне нужно понаблюдать Ночью где она Ну он увидел бы я Что цепляю её Да он бы дошёл всё равно Дальше что она есть Дальше на анализы взял бы там Ну настоящий исследователь Это не такой какой Абы как Вот она лежит Ох Глазёнки какие На кровати здесь нельзя Лежать у меня Нельзя Но Я говорю На кровати нельзя А ты балуешься Уходи Давай Уходи отсюда Ну-ка Уходи Вот что творит А Уходи Это моя кровать Да ещё Дерётся Ну ты смотри Что делает Вчера только пришли Бузка Залезла Рыжая И сразу Мышонка поймала И дала ей Так он играл 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 Это Бузка называется Гляди какая Власть Недавно только маленькая слепая была Ты скажи уже Наполовину матери Ох Сегодня события дня Привёз я их Рыжую А где они у меня Вон рыжая Вон 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 она рыжая А рыжая спит Ночь-то в подпол их посадил Вот утром не могу Они в подполе сидят Выпускать на время молитвы Или нет Без молитвы они у меня остаются Выпущу Играет Отвлекает от молитвы Вот Видал всё Даже нужды нет никакой Ну вот всё пока Благодарение Господу Наши посетители Слушатели Хотелось показать Ну это Ещё всё понятно Посмотрите Выходим на наш Во свете Библии Видеоканал Вот сейчас открою Сколько там было Провода отца 41 А сейчас уже 91 Смотри за это время сколько посетили То есть быстро У нас Небольшой конечно Но у нас уже отнесли Средства массовой информации Ну 5051 подписчик И 4 миллиона 24 тысячи 678 просмотров И там указаны какие То есть К нам уже требования Какие средства массовой информации Так это в два раза больше чем Новосибирск Два Новосибирска уже Ну да Просмотрела Это просмотров Ну да Просмотров То есть Ну это Сколько раз смотрели Я не знаю там картинки там или что Ну Ну вот такое дело Так мы Вот если я поставлю Главное сейчас Вот нажму Главное Сейчас посмотри сколько откроется Вот главное Теперь по другому показывает А вот жития святых Их почему-то перестали вставлять Но тут много Уже 260 просмотров Последний Космар Это мной Насчитано было Ну а тут Один добрый Человек Как он выставляет Дмитрий Ростовского Стол Очень коленник Житию на день Но что-то перестал То ли некогда ему То ли заболел Очень хорошо Ты видел Нет? Да Как установлено То есть Это работает у нас Я Когда отмечали мы там Ну сколько Пятилетие или 13 кажется человек было Но еще это не все Которые участвуют в этом деле Кто-то спонсирует Я не плачу ни копейки Вот у нас было здесь И модераторы Оформители Следят Потому что наши ресурсы это И фейсбук И живой журнал И твиттер Везде у меня Одноклассники Контакты Считай где У меня блогером уже обзывают Блогером А какой я блогер-то Я ничего не понимаю Вот вчера пришел У меня уже Сказать здесь Встречают Уже приехали в потемках Это мы все засняли И после здесь работает Ой-ой-ой Показали Тут мне такую аппаратуру поставили Ой-ой-ой Боюсь даже и говорить Аппаратура Это дело не в дороговизне Дело в том что Как пользоваться ею Вот Далеко Все это Ну Господь это все делает Так Расположены люди Программистов Несколько работает Чуть что только Позвонил И Ночь-полночь Могут выправить Дело Берут управление На себя Вот говорят когда События дня Для меня События дня Всегда начинается Ну как всегда Молитва Вот молитва Начинаешь молиться Но это так Господь уже делает Молиться о болящих На первом месте Сергей Козлов из Воронежа Мужественный человек Болеющий С благодарностью Во славу Бога Это очень Большой Талант Талант Настоящий Талантище Не роптать И Благодарить Бога Вот И Сколько таких людей Начинаю о ком-то О врагах Враги И никто ничего не сделал Так это Если бы враги То хоть маленько Ума Бог дал И мне бы увидели Я же в углу не сидел Это 54 года Как я И 54 года Вокруг меня Бушует Буквально вот эта Ненависть сатаны Ну они что-то сделали Ничего не могли сделать Ну посадили меня Пошел в тюрьму Так это мне на пользу Вы что сделали Меня в рай толкаете Я вас Ни одного не проклинаю Вот представьте Меня осудил судья Макаров Владимир Александрович Вот Владимир Александрович Пащенко Владимир Александрович Там у нас Устинов И он тоже Он в арбитражном Работает Алтайского края И когда встретились Так вы наверное нас проклинали Я говорю Да вы что Мы только молились Встречаю прокурора Генерал-майор Чернышов кажется Или Чернов И когда он Я был Пришел в Пороску Ну тот генерал-лейтенант Юрий Федорович Прокурор края Алтайского А это его заместитель Генерал-майор Ну и тут собрались прокуроры Там большого Приемная как Он вот так вышел из своего кабинета Напротив Ой Кто пришел Ко всем обращается Это вы знаете кто-то сидит А кто знает Никто не знает И начал он обо мне рассказывать Мы его посадили И вы знаете Я ж знаю кого посадишь Так как они проклинают А тут встретили Он мне говорит Его звать Лапкин Игнатий Тихонович Он мне говорит Его Владимир звать Павлович Мы за вас молились Знаете Он меня поразил Понимаете Я Места не нахожу И это все прокуроры Все это на меня смотрят То есть они не знают А то новое А до этого были прокуроры Всех в Алтайском крае собрали Прокуроры Замы там эти Ну Я один раз где-то посчитал 700 человек Там милиция Офицеры И я регулярно Несколько лет Вел у них занятия Перед ними Однажды На вокзале Я Появился И в это время Подходит Ну так невзрачно Вроде одетый Мужчина подошел Здравствуйте А Я гляжу А он выпивший Ну И что А вы меня не знаете Я говорю Нет Я помпрокурора Вот такого вот А района И когда вы выступали Я это все помню Вот Я Библию тогда привозил За мной приезжала машина Там Волга Тогда Немного еще иномарок-то было Черное помню Из тюрьмы меня привезли они То есть по Милости Божией Это они Рядом люди Которые меня садили И отношения со всеми Который курировал меня Он ушел наверное Полковник Никулин Юрий Федорович Юрий Михайлович Он сюда приехал Книги мои у него есть Книги Многую Большую роль сыграли Это все воспоминания Воспоминания уже не Потеряевки Я тут сейчас выставляю Девять роликов Прошел по тем местам Где прошло детство Девять роликов будет Все места снимали Володя А именно вот здесь Конкретно Так что врагов у меня нет Вот здесь интересно Я Ну внимательно так Если смотреть То Во свете Библии Вот это Вот смотри Как он пишет Это написал как Пройти километры дорог О сколько врагов Вопросительный И восклицательный А сколько друзей Три восклицательных Это Владимир Мочалин Понятно А сколько врагов О сколько врагов Не знаю Но врагов конечно Меньше чем друзей А враги Это хорошо Это хорошо Побуждает нас Царство Небесное Чтобы мы не привязали К земному Ну а у Бога Враги были Да Люцифер поднял В войну А у Христа И у Христа были Которые распяли А у апостола Павла А врагов если нету Нету значит ты никто Кисель Медуза Дома сидишь Ну и друзей таких Когда тебя гонят Настоящих то Поискать надо Вы то мне По плоти то по крови Только по Адаму где то А твоя сестра Друг мой или нет Скажи Ольга Николаевна Так Вообще Да сколько таков Вчера встречает Николая А я только ехал дорогой И думал увижу я его Еще скажу Он проехал до Португалии с нами Он дальнобойщик Не в одну поездку ездил И Виктор Николаевич Вот Все мы встретились здесь Самая главная Миссионерская группа Миссионеры Никогда не ездили толпами Как миссионерские отделы Это фальш Двое По двое Господь посылал Двое Кирилла Мефодий Везде Это вот Размышления Относящиеся Ко вчерашнему дню Все на этом События дня Закончились Спасибо Христос И я то там сам записал На штативе Не показать ничего А сегодня тут Володя Так Ты этот ролик Сейчас мне прокрутит Ты что смотрел там Но это раз Да Все